Торжественные линейки в честь последнего звонка сегодня прошли в каждой школе города. Наши корреспонденты отправились в учебные заведения, чтобы узнать, с какими чувствами выпускники прощаются со школьной жизнью. Белые банты, нарядные фартуки и строгие костюмы. В седьмой школе последний звонок звучит более чем для сотни старшеклассников. Во взрослую жизнь отправляются выпускники пяти классов. Больше всего мне запомнились Павлов Юрий Александрович и Павлова Надежда Павловна. Мой классный руководитель Буркова Елена Аркадьевна, учитель химии. Они вложили в меня очень многое. Я им за это очень благодарна. Последний звонок – время поблагодарить любимых учителей, умилиться своим первым школьным сочинением, вспомнить, как все начиналось. И, конечно, самое время строить планы на взрослое будущее. Я хотел бы им пожелать, чтобы они росли, были людьми с чистыми помыслами, с благородными поступками и со счастливой судьбой. И, конечно, пожелать удачи на выпускных и вступительных экзаменах. В первой школе только 14 выпускников. Это ученики одного класса. И сегодня не только они прощаются с учебным заведением. В новую жизнь своих детей провожает классная мама. Для педагога это и грустно, и радостно. Это мой первый выпуск. Сначала выпускала их в девятом классе, теперь выпускаю их в одиннадцатом классе. Мы с ними с пятого класса вместе. Это мои дети, наши дети, как мы с родителями, с их родителями это говорим. Наши дети, мои самые любимые, незаменимые. Глядя на молодежь, ностальгии свои школьные годы вспоминают и гости праздником. Депутат Галина Селькова, поздравляя выпускников подшефного учебного заведения, вспоминает, как когда-то сама стояла на торжественной линейке и совсем не хотела уходить из школы. Я выпускница школы номер 10. У нас выпускалось 4 класса. В нашем классе было 42 выпускника, 2 медалиста и 20 ударников. У нас был очень сильный класс. И после нашего класса, после выпуска, учителя школы говорили, кого же мы сейчас будем отправлять на Олимпиады и на спортивные мероприятия. Двумя золотыми медалистами и тремя ударниками может похвастаться и единственный выпускной класс Таллицкой школы. Из 13 человек почти все пойдут в институты. Двое планируют стать военными. Главное справиться с экзаменами. Я думаю, что все школьники достойно сдадут экзамены. Не будет у нас в городе и в этой школе ни успевающих, ни сдавших. Уже завтра белые фартуки и нарядные костюмы они вновь сменят на строгую школьную форму. Впереди последние консультации перед выпускными экзаменами. ЕГЭ в этом году начинают сдавать 29 мая. Вера Пережогина, Татьяна Уварова, Дамир Харисов и Михаил Пиранков. Служба народных новостей.